Еще такой вопрос. Дольмены находят там, где рядом есть гранитные породы. Находили ли дольмены на территориях, где гранитные породы были достаточно далеко? Нет, только на гранитном выходе, в Верхистецкий гранитный выход. Я вам сказал, что таких находок пока нет, так чтобы их откуда-то там тащили и из них делали, такого не найдено. Пока. Может оно и есть, но вот это не найдено. И если есть горы, но нет скальника, вот там не найдено. Скальник есть, значит есть какой-то материал, из которого можно сделать. Вот это как раз и плохо, потому что иногда скальник растаскивали, и он нужен был. И вот поскольку 300 лет горной русской цивилизации, что тут было за эти 300 лет, сказать сложно. Потому что иногда, если это поблизости от крупных городов, скальник, гранит тащили, потому что он нужен был. И проще тащить то, что вот на поверхности, согласитесь, чем выталкивать это, вот выкапывать. Поэтому может быть еще и от этого. Поблизости от Сесертия, самая ближайшая, наверное, все-таки Марков камень. Хотя это далековато для Сесертия, согласитесь. Это прилично. А скальник хороший. Смотрите, а почему не может быть этот погребом? То есть современные погреба... К Манси. Это вам к Манси. Все туда. Вы съездите, и у вас будет 18 лет общения с Манси. Так как у меня в деревне. Вот опять же, только к Манси. Потому что вы рассказываете мне сказки. Съездите, посмотрите, вы поймете, что люди очень практичные. Для них мясо, это не то, что сходить в магазин. Это то, что надо побегать. И если вы побегали за лосем полгода, вы этот каждый кусочек будете хранить. И только заводку поменять. Поэтому нет. Давайте вот это сразу же. Это вот не воспринимается. А где его хранить тогда? Хорошо. Вот они его, по-моему, а где они его хранят? В Лабазах, конечно. Опять же, туда, к Манси. Нет, про ледник, может быть, имеется вопрос. Потому что у Манси до сих пор в некоторых, мало где сохранились, но они делают ледники. Для рыбы преимущество. И для мяса, которое не коптят. В склоне горы вырывается, по сути, пещера. Зимой туда затаскивается лед, затаскивается снег. Сначала ставится сруб, в него затаскивается второй сруб, между срубами лед, и внутри второго сруба тоже лед. Такую штуку мы видели посреди лета, и там, слава богу, вот эта штука была. Вот это да, но это ледник. Вот там рыбу и держат, потому что в основном коренные народы едят рыбу. Мясо это вкусняшка. Не факт, что вы добуете этого лося. И бывает так, что они лосят и не добывают. А вот рыба всегда, потому в основном живут на реках, и в основном привязка у них к рекам. И это традиционная вещь. Ну, опять же, поскольку тогда консервантов не было особых, а два консерванта это соль и сахар, сушили. И до сих пор мантии это делают, они сушат, даже не солят, сушат. На большие полосы разрезают мясо? Вялят и сушат. Да, вялят, но это многие национальные вещи. Да, потому что другого варианта все равно нет. Давайте вот к тому, что вы увидели, чтобы вы вот посмотрели. Потому что, вот опять же, это непростое удовольствие. С вами все ясно. Вы вот летом все, и там уже дальше решают. Предваряю. У меня количество вопросов. Вы когда демонстрировали фотографии, там вручали порядковые номера, то есть, сколько вы суммарно вообще лично вручили? Я или все? 354. 54. Это то, что вот мы нашли, и мы описали. Это не значит, что на этом все закончилось. Нет, это вот еще может быть. И слава богу, если оно есть, потому что, может быть, где-то есть островки, до которых рука цивилизации не дотянется, они хоть сколько-нибудь поживут. Потому что основная штука, чтобы они жили. Потому что, если их всех убивать, что будем исследовать в конечном итоге? Точно так же, как вот этот вот 25-й дольмен разобрали и перевезли. Хороший был, интересный, красивый дольмен. Ну, это уже фотография, история. 354, это на площади вот... 60 километров по Меридиану. Вот тут на таком куске, вот, крутое дольмен. Да, ну, это 1800-х дольменов. А впервые, когда вообще появилась информация о дольменах? Впервые об этом заговорил как раз первооткрыватель. Он привел с фотографии в Института истории археологии. И в 1972 году он их показал. И самое интересное, что тогда археологи подняли его на смех. А он был дядька обидчивый. И он ничего не стал показывать. Все сказали, такого быть просто не может, потому что не может. И вот он заткнулся. И до 2001 года все оттянулось. Мы тогда еще в начале 70-х годов могли этим заниматься. А он в 1958 году начал. Представляете, с 1958 по 1972 уже было 14 лет. А потом еще вот эти вот почти 30. И эти 30 лет привели к тому, что были построены дороги. И вот представьте себе уже Серовский тракт большой. У нас там 150 и 200 вот там. То бишь вот через нас проходит, через наш увал. И можно было бы это сделать, да, по сути, не стали этим заниматься. Просто сказали невозможно. А вот, скажем, вторая волна связана с тем, что в селении поселился такой же пенсионер. Он, слава богу, геолог. И он тоже сразу же сказал, что это не природа мать. Он увидел этот дольмен, позвонил другу и сказал, ты знаешь, а Архипыч-то был прав. Там же дольмен стоит. И приехал третий товарищ. И они сходили, посмотрели. И с того времени началась новая волна. Они добились того, что селенские дольмены были исследованы. Их вот один из них полураскопали. Его бросили. И заниматься этим не стали. А потом вот с 2003 года мы присоединились. Мы поймали кокас Анатолия Архипыча на последнем этапе, потому что он прожил еще немного. А вот эти дедушки-геологи, по-моему, они уже все поумирали. Лет уже прошло много. Вот это, скажем, такая хронология, что называется. То есть, с 70-х годов. С 72-го года. Если, Наталья... И еще вопрос. Вы сказали, что в Европе дольменов вообще как таковых не обнаружили. В Европе? В Европейской части России? Да, в Европе. Не, не, аккуратнее. Потому что мне обязательно скажут, что там они есть. Да, прошу прощения. Получается, у нас, например, Урал на Урале, Кавказ. То есть, это... В Европейской части на равнинах никаких дольменов не найдено. Это вот дольменов нет. Гранита нет, скал нет, гор нет. Поэтому из чего делать? А вот самый ближайший к нам получается как раз северокавказский геленджикский группа. Нет, это все нет. Пожалуйста, у манси, например, захоронения, они в позе будут находиться? В позе? Это лежачий позе, это поза эмбриона. Хороший в этот момент. Мы столкнулись с тем, что было полусидячее. Только аккуратнее, не подходи к печке. Ты очень близко ходишь. Сидячее было захоронение. Правда, мы попросили нам показать, и нас специально поводили кругами, но не показали. Поэтому велика вероятность того, что это была очень любопытная вещь и старое захоронение. Речка называется Атымья, то есть река людей. И там захоронений много, там несколько стоянок. И они официальные, то есть археологи раскапывали. И то, что там могло быть такое захоронение именно вот такого типа, оно вполне логично. Но мы столкнулись с такой штукой только одной. Чаще всего это вот было, скажем так, линейное захоронение. Но видите, мы столкнулись с тем, что иногда точно так же, как деда Петю, Хандыбина захоронили дважды. Один раз официально на кладбище, а второй раз в Пауле у себя. Вырыли яму большую, положили туда нарту, сложили туда лодку и кинотаф. С тем, чтобы он там в том мире плавал, там охотился, все делал. Поэтому вот традиционно у тех манси, с которых мы сталкиваемся, то есть мы говорим про современное состояние, у них вот именно такое обычное. Но велика вероятность того, что еще вот совсем недавно у них была кремация. Потому что опять же были случаи, когда закопать нельзя. Куда его девать? Есть же дикие животные. Совершенно согласен с вами. По крайней мере, я бы не хотел быть там захоронен. Я своей группе говорил, что у Анатолия Архиповича Бодрых есть вот этот опубликованный рисунок. Вот он и есть. Вот так он и рисовал его. Видите, прямые углы и прямая буковка П. Не уверен, что у нас здесь есть вот этот вот рисунок. Он, скорее всего, я говорю, в Уральском следопыте опубликован. А, нет, есть. Вот, извиняйте. Вон этот вот рисунок опубликован. Видите, один к одному. Он был рисовальщиком очень классным. Поэтому, скорее всего, ему, собственно говоря, вот надо верить. Потому что, ну, он это видел. Слово «дольмен» как расшифровывается? «Толмен» – каменный стол. «Каменный стол»? Угу. С кельтского языка. Ну, что вы, прямо «дольмен» – это исключительно русское. А все народы говорят «долмен». От слова «толмен» – каменный стол. Какие-либо коллеги у вас тут за границей есть? Было совсем интересный проект, но он, представьте себе, перестал жить. Коллеги с северо-запада получили предложение проконсультировать коллег с восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Нам достался вот как раз раздел, связанный вот с этими постройками. Они нашли очень любопытную деревню. И был сайт, он очень интересный. Единственное, что он, наверное, у нас только, вот скажем, остался вот отсканирован. То есть мы его себе сохранили, отсканированные вот эти рисунки, которые они делали. И там очень любопытная деревня. То бишь, она каменная, с каменными стенками и каменными перекрытиями. Вот это любопытно. Но мы вот это посмотрели, это не наше. Мы туда вот не влезали, мы проконсультировали только вот по тем типам, которых мы видели. Очень похоже. Не наше – это в каком плане? Ну, мы не занимались просто вот этими каменными деревнями, потому что мы не знаем, что это такое. Мы их не видели. Подобные вот эти, ну, не каменные деревни, но что-то похожее. Есть также вот на Карпатах. Мы раз не видели, не знаем. Ну, как и говорить. Может, это вот какая-то… Не знаю. Вот, вот, вот. Говорить о том, чего не знаешь, ну, как сказать. Подскажите, пожалуйста, спасибо. Как вы относитесь к версии, что их использовали как инкубатор? То есть там выращивали эмбрионов? В тайге эмбрионы. Кто выращивать будет, чего будет выращивать. Нет. Вы знаете, что если это была цивилизация, то надо сначала найти признаки такой цивилизации, чтобы вот это доказывать. Раз это не доказано и цивилизации такой нет, то мы, скорее всего, говорим о тех, кто здесь жил. Вот почему о том выстраивать гипотезу, а не подтверждать гипотезу, которую хочется. Тут много желающих подтвердить свою гипотезу. Найди, докажи, тогда будет разговор. А если нет, тогда этого нет. Вы видели, на Анапе, возле Дальмена нашли плиту. То есть, ну, такая плита, метр на два. И там, получается, лунки, вот такие лунки, и между ними канавки. Дело в том, что, видите, вот эта вот геленджикская группа, она сделана из материала, который называется песчаник. Сделай, что хочешь. И сделай дырки в стенках, сделай закругление. В граните это сделать очень сложно. Потому вот они и здесь такие грубоватные. Видите, опять же, вот тут граниты. И тут, может быть, оно и есть, надо раскапывать. Причем раскопки не должны быть вот такими разовыми. Здесь пытаются все сделать нахрапом. Пришли, нашли, класс, все. Каждый археолог хотел бы иметь свой собственный аркаим. Ага. Вот если нет аркаима за ним, понять, нужно ли рекламировать и считать этот туристический объект. Или не надо рекламировать. И пришли к выводу, что, скорее всего, не надо. Потому что археологи сказали, нам это, по большому счету, стоит больших денег. Потому что мы должны во все реестры занести. То есть, на бумажку. А кто будет непосредственно вот там их охранять? А они не знают. И зачем тогда это нужно? Они так и так не сохраняются. И так не сохраняются. Смысл-то всего этого. Ни о чем. А уж тем более, это хоть как-то доказано. А вот эта штука. Что предположительно, по вашему мнению, на 240 градусов? Видите, 270 градусов, это запад. Солнце заходит. А? Заход солнца. Близко, скорее всего, к этому. Потому что странное удивление. Азимут другого интерпретации, я не знаю, как сделать. Где мы летом, солнце там раньше больше. Опять же, вот видите, это надо смотреть. И вот надо проводить исследования. То есть, мы просто взяли и сориентировали. Вот и все. То есть, нам нужны хорошие исследования. Мы из-за этого. Да, да. Ни один из тех, которые мы на фото посмотрели, которые мы видели в жизни, это не размеры человека. Ни в высоту, ни в длину не подходит. Но что, если здесь ходили, двигались там, двигались, в общем, одним словом, существа, которые меньше человека. Если мы возьмем все уральские мифы, там каждый второй будет о подземном жителе. Вот эта вот вся чуть белоглазая, надземные карлики. Я вообще, как бы, знаете, вот сейчас смотрю и понимаю, что это выход из метро. Ну, конечно, фигурально я говорю, да, вот мы все, как бы, практически жители мегаполисов, с метро. Мы понимаем, что это выход из подземного мира какого-то. Значит, у нас есть на Урале великолепная, до сих пор, пугающая во многом история, каштенского карлика, которые, хотя первоначально была версия, что это инопланетянин, но она, в общем, по ряду признаков говорит о том, что это может быть, кто-то крат, житель подземного мира. Дальмены, значит, они как раз могли служить какими-то подземными выходами. Поскольку мы не увидели еще ни одних раскопок, которые бы уходили вглубь, скажем, на 10 метров, мы не можем изучаться, что здесь нет никаких панелей, шар, которые уходили в других. Поэтому я, конечно, пока в качестве, я все это говорю, а у нас подтверждения нет. Но в качестве гипотезы, которые нужно проверять, я считаю, это очень жизнеспособно. Ну, не очень легко, но физически можно. Ну, предположение было такое, что, да, другие формы жизни, вот как шары, которые многие видят, потому что, ну, это не действительно, не люди какие-то сумасшедшие рассказывали. Я вот слышал истории от военных, летающих, ну, каких-то шарах. Или, если, например, другая форма жизни, энергетическая. Поэтому я спросил, проводили ли физические заключения на энергоемкость, потенциал, потому что, не знаю, пьезоэффект, то есть какими физическими, электрофизическими, магнитами, свойствами обладает гранит, опять же. Поэтому, да, также, почему бы и нет. Я за первое. Вот исследовать хорошо, сохранять надо. Это самое главное. Потому что потом исследовать будет нечего. Я за первое. Продолжение следует...